Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это не нужно мертвым, это нужно живым. Актовый зал Анапского филиала Московского педагогического государственного университета просторный и уютный, рассчитанный на большое количество мест. Однако в день праздничного концерта здесь, как говорится, яблоку негде было упасть. Среди зрителей – фронтовики, друженики тыла, дети войны, а также нынешние студенты. Для каждого из них война имеет особое значение. Они, убеленные сединами, но, несмотря на солидный возраст, бодрые и жизнерадостные. В их адресе директора Анапского филиала Московского педагогического государственного университета Елены Некрасовой звучали слова благодарности за то, что подарили нам мирное небо над головой и остановили фашизм. Месяц май в нашей стране – это победный месяц. И в этот месяц мы еще и еще раз говорим о величии России. Мы еще и еще раз вспоминаем великую победу. И каждый раз говорим спасибо вам, тем, кто завоевал эту победу, тем, кто дает сегодня нам возможность учиться, получать образование, трудиться, любить, дружить и жить над мирным небом. В сегодняшнем мероприятии молодое поколение говорит вам, старшему поколению, спасибо за то, что мы живем в мирной стране. Приглашенные гости говорили, что в наши дни необходимо сохранять правду о Великой Отечественной войне и о том, что в Анапском филиале Московского педагогического государственного университета сохраняют историческую память. Одним из основополагающих условий победы в Великой Отечественной войне было пропаганда и воспитание патриотизма. И сегодня президент Путин говорит, что мы должны строить государство на прочном фундаменте, и это патриотизм. Это сегодня демонстрирует наследники города Оминской славы, студенты, пропагандируя патриотизм и призывая нас быть патриотами. Концерт получился невероятно трогательным, потому что был подготовлен силами студентов Анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Некоторые выступления растрогали дорогих гостей до слез. «Если снова Бог, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины». Они выходили на сцену в гимнастерках и легких платьицах. Так одевались в 40-е годы. 9 мая, праздник великий, и мы об этом помним, должны помнить. И, конечно, мы видим свою миссию в том, чтобы мы об этом постоянно помнили, говорили. И самое главное, чтобы об этом знало молодое поколение. Учитывая то, что у нас в филиале молодежь, несовершеннолетняя молодежь, совершеннолетняя молодежь, что студенты колледжа, студенты вуза, вы слышали, они сегодня на мероприятии сказали, война была в прошлом веке. То есть они уже воспринимают победу в Великой Отечественной войне как победу прошлого века. И то, что сегодня, когда прошло 73 года, они об этом помнят, знают об этом, ну и мне показалось, что на мероприятии они вложили всю свою душу и сердце, это очень большое дело. Поэтому сегодня мы должны помнить о Великой Отечественной войне. И я думаю, что именно через такие мероприятия молодежь будет об этом знать и помнить. Ну и такими мероприятиями, конечно, мы хотим сделать радостные минуты, часы, может быть, для наших старшего поколения. Волонтерский проект «Мы помним прошлое, спасибо за будущее» существует уже 5 лет. На протяжении 5 лет мы большое внимание уделяем ветеранам. То есть у нас в проекте ветераны, это 20 человек, которые нуждаются в помощи, во внимании. И те, к которым мы ходим практически постоянно. То есть это не просто какая-то ежеминутная или, например, один раз пришли. Это студенты ходят постоянно, помогают, в том числе и помогают в бытовых условиях дома. То есть мы считаем, что это очень важно. Все мероприятие готовили студенты исключительно сами. И режиссировали его сами, и номера придумывали сами. И вот книгу памяти, о которой мы сегодня говорили, то есть студенты, когда они ходили к ветеранам, они записывали их воспоминания. То есть ветераны им надиктовывали, на диктофон. Студенты их на диктофон записывали, на телефоны записывали. И потом все это передавали на страницах этой книги. А то, что они это делают с удовольствием, а то, что они это делают от души, я абсолютно в этом уверена. То есть мне кажется, что такие мероприятия и такое дело, такую помощь можно проводить только от души, только с открытым и с чистым сердцем. И я горжусь, что в филиале есть такие студенты, большинство таких студентов, которые делают это с открытым сердцем, с чистой душой и с большим желанием. Но студенты нашего филиала – это, несомненно, гордость нашего филиала. Если мы будем хранить память о той страшной войне и делать все, чтобы она не повторилась, то наши потомки будут нам благодарны. Потому что нет ничего в этой жизни лучше, чем мирное небо над головой. Мне понравилось, хорошо. Папочку встречала. Радостно было, хорошо. В 43-м году пришел раненый. Праздник, конечно, очень отлично прошел. Спасибо вам. Очень хорошо. Организованно, потретично, задорно. Знаете, изумительно. Спасибо вам. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.